Добрый вечер, уважаемые рукодельницы! Приветствую вас на предпоследнем занятии вышивки пера, где мы вышли еще три фрагмента. Я использую часть такого украшения. Приблизительно формирую точку для закрепки. Убираю украшение, ставлю закрепку. И затем уже, вытащив петлю закрепительного шва, мы привязываем наше украшение вот такими зигзагообразными стежками. Сначала во внешней стороне. Я немного придерживаю украшение, чтобы оно не двигалось. Затем во внутреннюю сторону. Буквально в смысле привязываем наше украшение. Затем выводим нитку снова вовне фрагмента украшения. Ставим небольшой закрепительный стежок. И сейчас я буду обводить фрагмент вот таким рубленым бисером серебристого цвета. Просто обводить контур. Таким образом продолжаем вышивку в технике Ари до вершинки нашего фрагмента. Здесь я свободно перешагиваю уже вышитые детали. Буквально перескакиваю через них. Стараюсь не попадать в те же лунки, в те же дырочки. Ставлю последнюю бисеринку, закрепляю ее коротким стежком и возвращаюсь вниз, назад. Далее продолжаю привязывать бисер. Как только понимаю, что у меня есть на это возможность, есть утолщение линии. И чтобы все не выглядело куцом, оставляю небольшие расстояния. Перешагиваю вышитый фрагмент. Далее привязываю оставшуюся часть украшения. Также создаваю зигзагообразные стежки. И продолжаю привязывать бисер до конца фрагмента. По намеченной линии. Делаю стежок вовнутрь. И начинаю привязывать вот такие крупные бусины. Нежно-бирюзового цвета. Под цвет пайеток, использованных ранее. Я решила не отходить от темы цвета. И попробую все-таки использовать. Данная бусина примерно 5-6 мм диаметра. Заполняю все внутреннее пространство украшения, которое мы привязали. И затем уже могу, сделав закрепительный стежок, перешагнуть это украшение. И далее продолжить привязывать крупные бусины, заполняя постепенно всю внутреннюю часть фрагмента. Таким образом доходим до вершинки. Место уже достаточно узкое, поэтому я продолжаю просто привязывать такой же бисер, рубленый серебристый, чтобы заполнить пустоту. Дохожу до места, где уже никак не получится поставить ни одной бисеринки. Примерно где-то здесь. Заполняю оставшуюся пустоту простыми стежками, холостыми. И возвращаюсь вниз. Далее продолжим. Поставлю несколько бисеринок. До момента утолщения, где я могу уже свободно поставить бусину, поправляем где необходимо. Вот примерно 2-3 бисеринки у меня помещаются, чтобы аккуратно поместить, поставить бусинку. Здесь также будет очень хорошо смотреться жемчуг. Но так как я решила использовать цвет, то решила не отходить от задуманного плана. У меня есть еще небольшое количество пустоты, чуть ниже. Я также проложу небольшую дорожку из бисера, чтобы окончательно заполнить это место, чтобы оно не казалось немного недоработанным. Таким образом мы завершаем наш фрагмент. Вытягиваем петлю и обрезаем ее. Переходим к вышивке второго небольшого фрагмента. Переходим, который я просто обвожу сначала рубленым бисером, точно таким же образом, как мы поступили в первый раз. И затем, подходя к основанию пера, делаем закрепительный небольшой стежок. И начинаем заполнять внутреннее пространство бусинами. Они у меня размером 4-5 мм. Можно чуть меньше. Посмотрите, как красиво смотрится жемчуг с серебром. Здесь можно поприкладывать все материалы, которые есть, чтобы определиться. И вершинку просто дополняю бисером, более мелким жемчугом. Закрепительный шов. Возвращаемся назад. И прикладываем вторую дорожку рядом с первой. Сначала также начинаем с более мелких бисеринок жемчужного цвета. Есть ли такой цвет жемчужный? Не знаю. Бисер под жемчуг поставлю пару штучек и продолжим более крупными бусинками. Таким образом завершаем второй фрагмент. Делаем холостые стежки вниз по основанию пера. И перехожу к третьему фрагменту. Его мы также для начала полностью закроем серебристым бисером. Так же, как сделали это два раза предыдущих. Таким образом обводим намеченную линию бисером. Затем делаем большой стежок вовнутрь. И используем прием предыдущего урока. Сначала берем серебристую пайетку на иглу, затем голубую. Перекидываем сразу две пайетки на петлю. И привязываем их стежком. Вышивать будем по центру. Если хотите, можете проложить дополнительную линию. Затем я использую крупную бусину, как в первом фрагменте. Закрепляю ее небольшим стежком. И вновь привязываю две пайетки сразу. Так как мы используем голубой цвет, то подложка из голубой пайетки будет очень гармонично смотреться. Дополнительный стежок делать не нужно. Можно сразу привязывать камень. Вернее бусину. А вот после бусины потребуется всегда холостой стежок. Таким образом мы прокладываем всю середину фрагмента. Далее, там, где я уже не могу поместить ни поветку, ни камень, то я исполняю пространство бусинами. Вернее бисером. Наш пятый урок подходит к концу. Три фрагмента готовы. Я думаю, что на сегодня достаточно. И вот что у нас пока получается.